Всем привет, друзья! С вами Корвид, мы находимся в Гедонии. Это уже вторая часть, первый выпуск набрал много просмотров, много лайков, вы меня поддержали, ну а я, как и обещал, возвращаюсь в Гедонию. Значит, немножко вне записи посидел, посмотрел на умения, которые здесь присутствуют, да, вкачал темную магию. Значит, вкачал себе темную магию, вкачал призыв скелета. Кстати, его надо поставить, наверное, вот сюда в ячейку. На Е он у нас будет. Нет, давай не на Е, пускай на единичку. Вот, будем призывать скелетов. Также тоже пробежался по всем умениям, которые здесь есть, почитал. Ну, интересно, знаете, вот один из тех моментов, когда хочется вкачать все, потому что везде, буквально вот в каждом из этих умений есть подумения, которые, ну, прям прикольные. И вкачивать хочется прям все. Но будем вкачивать потихонечку. У меня сейчас какой, получается, уровень? Уровень какой у меня? Третий. Вот, значит, у меня обычный меч, щит, какие-то шмотки базовые, которые я нашел в городе. Квест у нас есть найти Эрнеста Хофнера. Требование третьего уровня как раз. В этом городе, насколько я понял, больше квестов нет, но мне кажется, что они здесь еще появятся, потому что здесь есть NPC, с которыми можно поговорить. Они очень странно выглядят, как будто бы, знаете, они скоро должны нам дать квест, но пока, к сожалению, квестов нет. Вот, поэтому, так как в этом городе, в принципе, больше нам делать нечего, мы, наверное, будем тогда отправляться с вами дальше по основному квесту. Он здесь, в принципе, рядышком. Заодно заценим, как вообще у нас происходит путешествие на лошади. Как я уже говорил, в первой части лошадь здесь выглядит прикольно, у нее кайфовые анимации, ну, то есть прям топовые. Поэтому погнали. Погнали в Зеленую долину. Вот здесь вот... А, подожди, так мне вообще туда за холм надо бежать. Но здесь вот это дерево, у него вроде бы как квест можно какой-то взять. Давай посмотрим, что за квест у него. Могу ли я как-то, может быть, с лошади это сделать? Нет, вроде как с лошади квест я взять не могу. С нами бегает, кстати, собака. Кто не видел первую часть, обязательно посмотрите. У нас теперь с вами есть пёсель. Ох, ох, привет! Привет! Чё смотришь? Что, дерево даже погоревать нельзя. Прости, я просто устала, смотри, как моих детишек съедают каждый день. Не хочешь яблок, может подойти. Может, пойдешь поищешь в другом месте? А, это у нас, типа, яблоневое дерево. Кстати, может, дашь мне яблок? Ну, конечно, чего же, хотите, забирай яблоки и проваливай. В смысле? Моё яблоко. Придумайте, что делать с яблоками волшебного дерева. А что мне с ними делать? Ну, вон, я вижу, есть там какие-то яблоки. Их, возможно, можно с лука сбить, но лука у меня, к сожалению, нету. Пока. Ну и, в принципе, как бы с этим деревом я сделать ничего. А, подожди, вон там кто-то стоит. Это кто? Белка. То есть, понятно, я могу в этой игре поговорить с деревом, могу поговорить с белкой. Любитная белка, похоже, не боится вас. Привет, малец. Белка, похоже, голодна. Она нюхает ваши пальцы и тихонько попискивает. Хочешь яблоко? Белке, похоже, нравится это предложение. Требуется яблоко. А, так у меня есть яблоко, да? А-а-а! Белка сдохла! Белка покрызла яблоко, потом начала трястись и пищать от боли, и вскоре затихла. А я не хотел. А почему так получилось? Кто-то морет. Так, ладно. Погнали тогда отсюда вода. Если я ничего тут, в принципе, сделать не могу. Да, я думаю, что нужен лук и вот эти вот яблоки, которые, наверху, возможно, с помощью него можно будет сбить. Ну, окей, ладно, погнали тогда дальше по квесту. Квест у меня... Где, кстати, находится? Вот здесь аж находится квест. Но там написано, что третий левел, то есть, наверное, мне туда уже можно. Погнали, просто посмотрим тогда на мир. Что тут у нас вообще имеется? Есть вот всякие такие штуки, которые, я думаю, разбирать стоит. Если кто не в курсе, это у нас полноценный RPG с открытым миром, тут можно делать все. То есть, как примерно в каких-нибудь, я не знаю, там, Elder Scrolls, например, да? Здесь также даже есть гильдии, в которые вы можете вступать. Вон, я вижу каких-то бандитов, я не знаю, смогу ли я их разобрать. Это вообще бандиты или кто это? Хызы. Может быть, это просто какие-то ребята? Но я думаю, что это, скорее всего, бандиты, да. Это бандиты. Призываем скелета. О, давай, братик, свою за меня, за своего хозяина! Немножко держимся в стороне, пускай скелет там ему накидочку дает. Хорошо. О! Ты убил моего скелета! Так, а я могу призывать еще одного? Да, могу призывать еще одного. Там, по-моему, что-то было написано, что он 25 маны, по-моему, стоит. Один скелет. Э, а что такое? Почему я не могу? О! Попал! Скелет! Атакуй! Так. Ну да, они такие легенькие. И изичные, я бы даже сказал. Хотя нет, почему? Дамага они наносят плотно. Довольно больно бьют. Критический урон в спину. Отлично. Хорош! Все? Все, тут больше никого нет. Давай их пролутаем. Тонкая ткань, золотые монеты. Малое зелье маны. Кто-то... Что? Кто-то как будто здесь топал. Тонкая ткань. Ну, скелет неплохо, так скажем, для... Того, чтобы... Отагрить от кого... Кого-нибудь от себя. В принципе, подойдет неплохо. Ну, такой, типа... Просто типичный скелет с мечом. Возможно, если его прокачивать... Да, я думаю, что, скорее всего, если его прокачивать, он будет такой... Более плотненький. Больше дамага будет наносить и так далее. Ооо, тут что-то интересное. Подожди. Сейчас мы это заценим. Так. Мне бы, кстати, покушать. Я могу пожарить мясо здесь. Ага, все. Время ждать. Нам не надо, пока пожарится мясо. То есть, оно жарится моментально. Там были еще бандиты. Давай-ка мы, наверное, к ним тоже сбегаем. Возможно, там тоже будет что-то интересное. Но нам надо сначала приодеться. Значит, я нашел что? Бандитский кольчужный капюшон. Три силы требуется. У меня нету... А, подожди. Так у меня нету. Три силы. Я это одеть не могу. Но мне надо отхаваться. Мне надо что-нибудь. Вода есть. Монориген нам дает. Скорость атаки. Сыр дает. Выставляет здоровье. Помидор. Кулинария. Скорость бега. Картошка есть. На лошади я кушать могу? Нет, на лошади я кушать не могу. К сожалению. Подожди. Так, а я и так не могу кушать? А почему я не могу съесть картошку? Очень странно. Сыр я скушал. И хп вроде как восстанавливается. Но очень медленно. Очень медленно. Надо, наверное, съесть кусок мяса вот этот. А почему я не могу съесть картошку? Возможно, это предмет для крафта какой-то. А, ну все. Я, в принципе, хп с сыром восстановил. Погнали тогда к еще бандитам. Вон там вот они, по-моему, были. Я надеюсь, они тоже маленького левела. Вот здесь, кстати, я так понимаю, этот телепорт, но он не активирован. Попробуем его активировать. Получится что-то из этого? Да. Вы достигли четвертого уровня. Прикольно. И теперь у нас есть ТП. Ха-ха. Скелет на оленя напал. Ха-ха-ха. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Так они его даже убьют. Смотри, нифига себе. Без моего участия. Не, ну давай вот так сделаем. Добьем его. Заберем с него тонкую кожу и мясо. Тонкая кожа, скорее всего, нам пригодится для крафта какой-нибудь брони, условно. Ягоды мы с вами нашли. Давай, наверное, прокачаемся. Во что можно вкачаться в такое, в интересное? Я вкачивал мастерство боя. Может быть, свирепость какую-то вкачать. Здесь есть мощный удар. Когда падает по врагу или стреляет из лука, у вас зумируется эффект уличащего урона 0.5 вручное оружие. Здесь, в принципе, интересно все. Но вот что мне нужно конкретно сейчас, я не знаю. Скрытность, множественные удары есть. То есть можно стать разбойником. Можно, в принципе, какие-то базовые такие вкачиваться. Я бы хотел что-нибудь такое вкачаться, чтобы мне хп как-то прибавилось. Магия крови. Высасывает 5% здоровья, накладывает элемент крови, увеличивает шанс кровавых атак на 5%. Пассивно. Каждая атака или выстрел из лука имеет базовый 10% шансов, в основном 4% здоровья. Ой, слушай, неплохо. Типа такой будет вампиризм у меня небольшой. Вот это можно и вкачать тогда. Так, бандиты. Вот эти уже как-то выглядят пострашнее на самом деле. Не попадаю кинжалом. Выносливость заканчивается. Вот тут уже прям смотри, так увесь в броне там со всеми делами. А, я могу двух скелетов призывать? Нифига себе. А, там было что-то написано, что один скелет, 25 маны нужен. Седьмой уровень, чтобы призывать больше скелетов. Все, я понял. То есть я могу прям армию скелетов себе делать? Это уже прям как в Диабло. Я как будто бы играю за некроманта такого, да? Критический урон, отлично. Так, добили, хорошо. Скелетики, молодец. У этого ничего не... А, у них в принципе ни у кого ничего нет. Лута нету. Ну, тут наверняка что-то будет. Я так думал, мне так кажется. Бам, в спину, а? Не ожидал. Заблокировали. Прикольно то, что можно блокировать. То есть есть такие механики. Кстати, можно пожарить мясо. У меня есть одно мясо, можно пожарить. Все. Вот этот камень, я могу его добыть? Или что это? А это просто декоративный камень. Сзади дома ничего нет. Тут что-то есть. Есть какой-то верстак. Оружейный... Скелеты уже там все, видимо, облутали. В этом доме. Но тут больше ничего. Скорее всего, есть какой-то сундук, наверное, в этом доме. Или что-то такое. Сломать это я не могу. Забраться наверх. Могу забраться наверх. Так. Так. Тут тоже ничего. А еще, если наверх забраться... Скелеты... Скелеты там остались. Так. Что тут у нас? Что, ничего нет? А вот, есть. Простые стрелы. Но лука нету. Так. Что-нибудь интересное я отсюда увидеть могу? Хм. Да вроде нет. Такое себе место. То есть, тут, получается, столько стрелы были. Больше ничего нет. Но тут больше ничего не подсвечивается. Поэтому я думаю, что тут больше ничего нету. Ладно. Призываем лошадь. Так. И нам надо... Нам надо... Там что-то... Там что-то стоит. Интересное. Ну-ка. Вот это что такое? А, это просто камень. Ну, тут есть ягоды. Которые, в принципе, можно собрать. А мне вот еще интересно. Скелеты призываются навсегда. Я вижу, что есть кнопка убить. Но... Типа, если я их не буду убивать, они будут жить постоянно? Тоже интересный такой момент. Там вон что-то светится. Утес. Килмонда. А что вот здесь такое светится? Непонятно. Так. Тут вот тоже есть яблоня. Яблоня, кролики. Бандиты. Вижу. Опа, осы какие-то, смотри. Какие-то жуки там. И вон тоже, смотри, стоят бандиты. Так. Ну-ка, давай-ка мы с вот этими сейчас разберемся. И пойдем дальше тогда уже по квесту все-таки сходим. Бам. Бам. Кто-то по мне попал. А, тихо. Ах, нихрена себе. Извиняюсь, телефончик. Так. Хорош. Этого тоже забили. Живи, 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 живи. Отлично. Так, и что? А вот с этих что-то выпало. Такое чувство, как будто на ту территорию просто не завезли ничего. Так, сейчас, ребят, пять сек. Теперь, я думаю, надо вон тех ос. О, там, смотри, какая-то башня. Нет, ладно, давайте по квесту все-таки, да? Интересно пойти дальше по квесту посмотреть, что будет. Так-то, в принципе, мы тут все с вами позачищали. Теперь интересно сбегать по квесту посмотреть. Там какой-то домик еще есть. Какая-то башня мага. Я не знаю, что это. Но все-таки интересно посмотреть по квесту. Тем более у нас левел вроде как позволяет идти сейчас по основному квесту. Поэтому сходим. Красиво, красиво. Вроде как, знаете, ничего такого. Опа. А что это мне дали левел за просто так? Спасибо. Так. Что мы будем вкачивать? Поднимает скелета мага. Призывает скелета мага. Ой, слушай, прикольно. Давай, кому вот так? А, я не могу. Третий левел, да, наверное, нужен здесь. Да. Ну ладно, пускай будет хорошо. Это 1% урона темной магии за каждое умение. Потом будет у нас скелет маг с вами на следующем, получается, уровне. Интересно, интересно. Это волки? Похоже, что да. Похоже на волков. Скорее всего, с них можно получить какие-нибудь зубы. Или волчек. О, ни хрена себе здоровенный какой. Кто ты? А там, смотри, какой-то сундук. Это... Это, возможно, что-то типа мини-босса, наверное. Так. Раз скелет и два скелета. А я не могу им дать команду нападать на вот это говно. Наверное, не могу. А, так он вот так атакует. Я думал, он будет просто бить, а он... Какая здоровая, мерзкая, отвратительная тварь. Выглядит ужасно. Блин, я устал. Один. Второй. Уворачиваемся. Уворачиваемся. Рожь. Выносливость быстро заканчивается. Да отстань ты от меня. Давай, добиваем. Отлично. Рожь. Синий магический жезл. Оркский молот. И 50 золота. Неплохо. И есть еще сундук вот такой. Бастард грубый. Блин, везде три силы надо. А у меня нету трех сил. Вот, мне вон туда нужно. Силу же я никак себе прокачать не могу, да? То есть у меня сила два, ловкость, два интеллекта. Все, два. Все вкачано на два. Погнали. Спрыгнуть, интересно, я тут могу? На лошади. Тут есть какое-то дерево сломанное. А, нет, я не так хотел! А, все нормально? Я живой. Фух. Хорошо. Тогда живем. Пустая такая поляна. Непонятно, почему ее ничем не затыкали. Мне кажется, вполне можно было здесь просто какие-нибудь рандомные сделать деревья. Или типа того. А там вон видно, как будто бы лагерь орков. Так. Я хотел посмотреть, что за магический жезл. Вторичное. Факел. Цена продажи 80 золота. Ну вот из этого я одеть, получается, не могу ничего. Мало лечебное зелье. Воткнем сюда. Вторичное оружие. Вот так я могу сделать, да? Хм. Ну ладно. Начать сюжетную миссию. Здравствуйте. Да, привет, что хотели. Я немного занят, так что говорите быстрее. А вы Эрнест Хофтнер, сэр? Да, это я. Один такой во всем королевстве. Что тебя сюда привело? У меня сейчас для вас странная история, вы слушайте меня. У меня было видение. Странные, дерущиеся фигуры, руны на непонятном языке, играющие в тем темке, жуткий голос, говорящий что-то о цикле и конце мира. Очень любопытно. Да, да, мы все заинтересованы в выслушивании твоих снов и фантазий. Да, иди отсюда, фантазер. Иоанна, да ладно, мы не разговариваем так с гостями. Собираешься верить каждому психу, который приходит сюда с безумной историей? Достала уже. Спокойся, пожалуйста, слушай, и ты сможешь написать какие-нибудь из этих рун тут на бумаге. Могу попробовать. Вот. Это руны Волфара. Из последней эры. Виана, ты это видишь? О, боги. Я буду снаружи. Это мой ассистент, Виана. Не обращай внимания, она хорошая девушка, просто не особо доверяет незнакомцам. Теперь, расскажи мне все. Так, эта руна, в этом контексте, этого предложения, значит огонь, не тепло. Мир будет поглощен огнем, что-то вроде того. Звучит не очень хорошо. Нет, не очень. Похоже, что это предзнаменование большого катаклизма, который произойдет в будущем. Когда? Я не знаю. Цифры очень запутаны. Система Дат Волфар не особо хорошо изучена. Я все еще не могу перевести некоторые из этих рун. Так, что мне делать? Дай подумать. Ммм, Лига Следователей может нам помочь в ближайшей лагере на границе Золотого Леса и Пустыни. Езжай туда и спроси их. Вы же закончили? Ужин почти готов. Да, Лиана сопроводит тебя. Она знает исследователей, и она может показать тебе, что там и где. Что? Ты серьезно? Ты хочешь, чтобы я поехала к исследователям с этим чудаком? Именно. Лагерь рядом с пустыней. Ты пойдешь и поможешь ему с учеными. Они тебя знают. В противном случае, с ним там никто разговаривает и не будет, и дорога может быть опасной. Я могу о себе позаботиться. Вот видишь? Лиана, я не собираюсь спорить об этом. К тому же время пришло, мне нужно кое-что сделать. Что? Ладно, ладно. Тебя не касается. Пойдем. Когда будешь готов отправляться, сообщи. Так, а мне типа ее взять в команду? А, не, у нее вроде как команда там своя. Ну ладно. Окей. А, восьмой уровень нужен. Восьмой уровень. Я думаю, что стоит нам вернуться обратно, потому что мы далековато ушли. Да, мы, видишь, прямо на границе. Здесь вот есть еще два квеста, которые, в принципе, можно выполнить. Поставим меточку. Меточка где-то отображается? Ага, вижу, меточка отображается. Узкая ложбина. Нам в ту сторону. Там, по-моему, кто-то или что-то было наверху, вон там. Но вы сами видели, что я не смог туда забраться. Тут у нас есть стражник. И, кстати, четверо. Давай попробуем их забрать. Мне кажется, с этого может что-то получиться. Убьем этих двух скелетов и призовем новых. Раз. Подождите, а у меня какой уровень? Два. А, у меня пятый только уровень. А по квесту аж восьмой нужен. И третьего скелета я тоже призывать не могу, потому что там нужен седьмой уровень. Замечательно. Замечательно. Это последнее, да, у нас сохранение? Вроде как. Ну, наверное, мы сейчас возле этого дома окажемся. Ну да. То есть вот мы только из него вышли. Лошадку призываем. Надо быть более аккуратным. Вообще, как мне кажется, в этой игре прикольно играть за лучника. Такого, знаете, лучника-некроманта можно играть. Чисто издалека накидывать. А скелеты будут драться. Почему нет? Надо, знаете, что сделать? Вернуться в город, посмотреть, могу ли я там купить лук. Вот это было бы неплохо. Так, сыр мы кушаем, чтобы хп потихоньку восстанавливалось у нас. Давай, вперед! Опа-опа, уворачиваемся. Критический урон, хорош, уворачиваемся. Так. Блин, они блоки постоянно ставят. А, еще и стрелы тут летают вовсю. А что с ним? У него, видимо, макро-отечение. Все, да? Все, забрали пацанов. А, нет, он там еще один живой, смотри, бежит. Или ты кто? Путешественник Барт. Ха! Ладно. Так, вот здесь еще двоечка валяется. Тонкая ткань. Вино. Вот так вот. А тут лута никакого у них не было, да, по-моему? Ну да, никакого лута тут у них нет. Призываем коняку. И давай. Я все-таки хочу сбегать в город. Попробовать купить лук. Вообще, я думал, что он где-то в начале у нас, ну, как-то будет, где-то выпадет или типа того. Но это что-то нет. Ничего не выпадает, нигде вообще никак. Так. А здесь у нас злодеи какие-то живут? Или это... Южный лес? Ну, что-то зло... А, вот здесь я вижу злодеи живут. Или нет? Или вы тоже не злодеи? Кто это? Лес о заготовке. Ну, там вроде обычные люди живут. Вон там, вижу, квест есть сверху. Там кто-то... Нифига себе. Там какой-то маг, видимо. Что-то делает. Но мы сейчас в город с вами тогда бежим. Да, я думаю, был бы лук, было бы поинтереснее как-то отстреливаться. Немножко слабоватенько происходит... Уклонение от ударов. Может быть, как-то надо это делать уже. А, вон, видишь? Смотри. Появился квест. И вон тоже. Раньше не было. Так. И что вам надо? Привет. Послушайте, пожалуйста, совета, конечно. Просто идите до него подумать об этом. Чего? Привет. Конечно. Я думаю, должен сказать адовым правду. Пока. Не, ну это... Типа не квест какой-то-то. Что это? Привет. Венчальный торт какой-то. Удачи. О! И что мне делать? С тобой? И что он делает с этим тортом? Куда он его несет? Венчальный торт какой-то. Я сделал это для тебя. Ты выйдешь за меня? А, там, прости. Я не смогу. Мы не можем быть вместе. Ну и ладно. Тогда я сам это съем. А, съел такой. Я люблю тебя. Что происходит? О, что с ним? Фига себе. У-у-у-у-у. Ты убила его, женщина. А в чем дело? Очень странно. Все? Это, типа, весь квест такой? Ха-ха, забавно. Ладно. Мы получили еще один уровень. Теперь, я думаю, можно вкачать... Скелета Мага. Темный элемент какой-то есть. Волна Тьмы. Ну, пока все. Мне интересно посмотреть на Скелета Мага, как это выглядит. На двоечку поставим. Нужен... А, подожди. Мне надо от одного обычного скелета, получается, избавиться. Вот. И теперь я могу призвать Скелета Мага. Где он? Вот он. Вау. Прикольно выглядит. Слушай, классно даже выглядит. Суперски. Так, значит, шмотки мне нужны, да? Вот здесь есть кузнец. Что у тебя есть на продажу? Давай мы ему продадим то, что мне точно не понадобится. Вот, например, вот этот нагрудник. Вот это, вот это, вот этот меч. Молот. Ну, все. Остальное я оставлю. Вино еще есть какое-то. 13 монет. Значит, охотничий лук имеется, да? За 7 монет я могу его купить. Давайте купим. Хорошо. Что тут еще есть? Палки для лагеря какого-то. Создать лагерь, который можно поспать. Тут же еще вроде как и дом можно строить. Но я думаю, что это будет еще не скоро. Интересно, можно ли тут сделать какое-то свое поселение? Тоже было бы прикольно. Простые стрелы. А у меня только 4 стрелы, да? Давай купим еще стрел. Ну так, 44 стрелы, я думаю, мне хватит. Грубый кинжал, грубый молот. Брони у него никакой нету, кроме вот этой поношенной кольчуги. Так что, к сожалению... А, погодь. А может быть я могу что-нибудь вкачать себе из, например, кожевничества? Вот здесь есть какие-то плюхи. Толстая кожа. Но это, скорее всего, тяжелая броня будет, да? Носить ее я не смогу. Здесь у нас, видимо, одеяние для мага. Но я хочу быть таким, типа, ловким чуваком. Поэтому мы попробуем вот так, наверное, вкачаться. И попробуем как-то сейчас, возможно, скрафтить это дело. Тут еще вот, еще есть вот такая закалка, крафт... А, нет, слушай. А как мне или на чем мне крафтить это? Базовый набор кожаной брони, дающий небольшие бонусы урона. Есть что-то на продажу? То же самое все у него. То есть мне нужен, получается, какой-то кожевник. Так, раз, два. Тут тоже нету никакого крафта. Да, кстати, лук давайте поставим. Посмотрим, как он работает. У нас идет сразу в две руки. Ну и ладно. Острелы, погодь. Острелы мне надо сюда поставить. Нет, стрелы мне сюда не надо ставить. Так как кто у нас может быть кожевником-то? А, вон там, по-моему, парень занимался чем-то похожим. История Гедонии. Идолы орков. Но это можно потом, в принципе, купить, почитать. О, это еда есть. В принципе, еда у меня тоже сейчас имеется. Тут тоже еда. А, тут зелье. Так, это наш дядя. Вот этот, видимо, должен, чувак. Так, что тут у нас кожевника нету? Это охранник. Ну да. Очень странно. Почему-то кожаную броню здесь я сделать не могу. Ну, тут больше никого нету в городе. Ну, ладно. Будем как-то тогда по ходу дела с этим разбираться. Где мой конь? Я хочу опробовать лук и опробовать скелета мага. Как они вообще будут работать? Погнали. Сейчас мы кого-нибудь найдем. Каких-нибудь злодеев. Там, по-моему, были осы какие-то. Вот можно попробовать с ними подраться. Где-то... Где-то на дороге... А, вон, вижу, тут стоят злодеи. Они, видимо, заспаунились. Подожди так. А если они заспаунились? А, и там-то... О, давай вот сюда лучше тогда сходим. Тут просто в прошлый раз был вкусный лут. Поэтому, может быть, он и сейчас будет тут какой-нибудь вкусный лут. Так, на правую кнопку мыши мы зажимаем. И у нас вот так лук. А, я не могу стрелять... А, этот... Кидать, получается, кинжалом. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Убейте его, блин! На! Так, тонкая ткань. А стрелы не возвращаются. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А стрелы-то не возвращаются. Но я, видимо, могу как-то издалека, наверное, вот так, да? Нет. А, там... Блин, тут какая-то проблема есть с текстурами. Плохо как-то пробиваю все это дело. Так. Так, хорош. Все, да? Да, пацанов разобрали. Тонкая ткань. Малое зелье маны. По-моему, тут такие же шмотки выпадают, как и в прошлый раз. Тонкая ткань. А, тут уже нету ничего. О-о-о-о. Так тут, получается, фармить таким образом не получится. Блин, обидно. Ну, скелет маг топ, конечно, да. Дамажит больно. А вот лук, ребят, ну, такое себе. Ну, возможно, если будет лук другой, какой-то более прокаченный, может быть, будет и классно. Но вот этот самый первый лук, конечно, такой себе, стрёмный. На какого-нибудь босса, наверное, да, как-нибудь там его издалека бить, чтобы он тебя не трогал. А так, в принципе, не очень. Ладненько, ребят, на сегодня тогда будем заканчивать. Под прошлым роликом вы буквально там за одну ночь набрали почти 100 лайков. Давайте, если этот ролик наберет тоже 50 хотя бы лайков, я сделаю третью часть. Мне, в принципе, игра понравилась. Веселенькая такая. Есть чем здесь заняться. Много квестов. С вами был Коровец. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok